Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка помните головоломки, ребусы и загадки которые тогда были. Сегодня мы предлагаем пройтись по этим советским головоломкам, которые вы наверняка решите без ошибок. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите в комментариях сколько головоломок вам удалось решить. Советские хитрые задачки на логику до сих пор не утратили актуальности, чтобы их раскусить, придется хорошенько пошевелить извилинами. Дети катаются на коньках и на лыжах. Но на картинке есть еще и заяц. Где он? У вас 5 секунд на поиск заяца на картинке. Дети вышли в лес, чтобы покататься на конках и на лыжах. Навстречу им выскочил заяц. Дети погнались было за ним, но потеряли его из виду. А заяц это никуда не убегал, он между мальчиком и девочкой. На рисунке три подружки, Ира, Таня и Галя. С ними кот Мурзик. Только вот чей он, кто хозяйка Мурзика. Мурзик принадлежит Галя, девочке с одним банком. Второй она отдала Мурзику. Саша и Паша пошли с лейками за водой для поливки огорода. Кто из них принесет больше воды? Несмотря на то, что у одного из мальчиков лейка больше, носики у них располагаются на одном уровне, выше которого вода в лейке не поднимется. Вспоминаем физику и закон о сообщающихся сосудах. Так что принесут они одинаковое количество воды. На рисунке вы видите участок железной дороги Москва-Смоленск. Здесь направление дороги совпадает с направлением стрелки, изображенной сверху, концы стрелки показывают запад и восток. Все происходит в начале апреля. Куда идет поезд, из Москвы в Смоленск или обратно? Ответит на этот вопрос только тот, кто не забыл географию. Снег еще не растаял, он лежит на северном склоне, значит поезд движется с востока на запад. Получается, что из Москвы в Смоленск. А теперь советская математическая задача. Какой номер у парковочного места, на котором расположен автомобиль? Номер парковочного места, на котором расположен автомобиль. 87. Нужно просто перевернуть картинку. А вот классическая советская головоломка на внимательность, почему эти гуси находятся в смертельной опасности. Когда немного стемнело и если присмотреться на дерево, то можно увидеть, как гусям крадется волк. А в этом рисунке с советским сюжетом художник допустил пять разных ошибок. Найдите их. Начнем с того, что у троллейбуса только один рог, на самом же деле их должно быть два. Автомобили движутся в соответствии с левосторонним движением, тогда как в СССР было правостороннее. У светофора недостает еще одного цвета. А также ошибка в слове сентябрь. В этом месяце 30 дней, а на афише указано, что 31. В двух пирамидах по 100 букв Л и Г зашифрованы два слова. А какие два слова зашифрованы? Ответ на этот советский ребус очень простой. Если в пирамидах посчитать буквы, то получится 100 букв Л и 100 букв Г, и из этих слов и букв получаются стол и сток. А теперь проверьте свое зрительное восприятие. Какая из фигур самая маленькая? Фигуры одинакового размера. И чтобы в этом убедиться, нужно всего лишь провести две параллельные линии. А найдите на картинке хозяина этой милой собачки. Если у вас ничего не вышло, то поверните голову влево или поверните изображение вправо. Силуэт хозяина в шляпе в самом центре собачки. А теперь найдите ненужную фигуру в этой советской головоломке. Ненужная фигура в этой советской головоломке под номером 4, поскольку она единственная, которая повторяется с номером 1. Логика в этой головоломке, чтобы все фигуры были разные, одинаковые, ненужные. А теперь головоломка на пространственное мышление. Есть вид фигуры сбоку и нужно определить, как фигура будет выглядеть, если на нее взглянуть сверху. Правильная фигура, которая есть отражением фигуры сбоку, под номером 3. А вот еще один тип советских головоломок. Нужно на двух картинках найти 10 отличий. У вас на это 5 секунд. Если вам мало времени, то остановите видео. 10 отличий отмечены красными стрелками, сравните со своим результатом. А теперь головоломка времен Великой Отечественной войны. Посмотрите на картинку и найдите в партизан фашистского шпиона, который делает что-то не так, как советские граждане. Оказалось, что шпион не умеет пользоваться русским самоваром. Поэтому он пытался залить воду в самовар через дымовую трубу, чем и раскрыл себя. А это советская головоломка из разряда на логику. Итак, нужно найти на этой картинке отличие. У вас 5 секунд. Ответ нужно искать не в рисунке, поскольку шары на рисунке совершенно одинаковы. Ответ нужно искать в словах. Слово отличие и есть тот правильный ответ. А это головоломка из советского журнала веселые картинки. Нужно найти на рисунке центральной части Ленинграда кота. У вас 5 секунд на поиск котика. Котик находится на крыше здания Эрмитажа. Такого типа головоломки очень часто публиковались в советских журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», «Малятка», «Барвинок» и других. А теперь сосчитайте сколько треугольников в фигуре, изображенной на рисунке. У вас есть 5 секунд. Если вам мало времени, то остановите видео и продолжайте считать. Правильный ответ – 35 треугольников. Кроме поиска треугольников в головоломках СССР встречались также поиски квадрата в квадратах и других многоугольников. А вот еще один тип популярных поисковых головоломок СССР. Итак, сколько животных вы сможете найти на картинке? У вас 5 секунд. Если времени мало, то остановите видео. Среди зверей есть зубр, медведь, волк, лось, птица, кошка. Можно заметить присутствие бобра, кролика, белки, рыбы, ящерицы, летучие мыши. На изображении также есть змея, а внимательно рассмотрев голову зубра, можно заметить даже акулу. Очень популярны были в СССР шахматные головоломки. Их печатали во многих журналах. На рисунке шахматная головоломка из журнала «Наука и жизнь». Нужно поставить мат в один шаг черному королю, сделав один ход белой фигурой. А какой фигурой будет мат в один ход? Правильный ответ. Белая ладья, сбивая пешку, становится на поле А7, делая шаг. Король не может бить латью, поскольку клетка А7 находится также под боем белого коня. Поэтому мат. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа, который является реальной советской детективной историей. В зимний период была ограблена дача Сидорова. Сидоров вызвал милицию. Приехал следователь Пронин и опросил всех соседей. Показания соседа Иванова были следующими. Я услышал шум у соседей и направился на их участок. Чтобы заглянуть в дом, я подышал на заледеневшее окно и увидел разгром. После этого объяснения следователь Пронин арестовал соседа Иванова. Почему Иванов был арестован? Напишите свой вариант ответа на этот детективный вопрос в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok